Платное профобразование в регионе может стать частично платным по принципу софинансирования. Департамент образования, культуры и спорта Ненинского округа внёс на рассмотрение собрание депутатов законопроект, принятие которого позволит частично освободить отплаты за образовательные услуги учащихся в средних профессиональных образованиях региона. Речь идёт о вновь поступивших студентах, при этом предлагается предусмотреть софинансирование только по одной образовательной программе в каждом государственном профессиональном образовательном учреждении региона. Ниницком профессиональном училище, Ниницком аграрно-экономическом техникуме имени Волкова и социально-гуманитарном колледже имени Выучейского. Предложение о софинансировании платного образования родилось на встрече губернатора Игоря Кошина с коллективами профессиональных образовательных организаций. Педагогическое сообщество обеспокоено тем, что на протяжении последних трех учебных лет объем контрольных цифр приемов профучреждения округа стабильно сокращается. Это связано с ограниченным финансированием, предусмотренным в окружном бюджете на предоставление среднего профессионального образования в Ниницком округе. За последние три года контингент сократился с 345 до 175 человек. У нас, собственно говоря, слабый набор 10 классов школы и ограниченный набор нашей профы по системе, которая была до сих пор. Поэтому департамент предлагает ввести понятие софинансирования, которое у нас, собственно говоря, хорошо отработано на питании, на топ-образовании. И вот этот принцип сюда. С тем, чтобы облегчить получение образования нашим детям. Законопроектам предлагается предусмотреть софинансирование по одной образовательной программе среднего профессионального образования в каждой организации. В Ниницком профессиональном училище – мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства. В Ниницком аграрно-экономическом техникуме – поварское и кондитерское дело. В социально-гуманитарном колледже – документальное обеспечение и архивоведение. Предполагается, что принцип софинансирования образовательной услуги в профессиональных учреждениях будет аналогичен принципу софинансирования услуги дополнительного образования и предоставления горячего питания в школах Ниницкого округа, где 80% от объёма затрат берёт на себя бюджет округа, а 20% расходов осуществляет получатель услуги. Стоимость для обучающихся, исходя из 20% софинансирования по указанным специальностям, в среднем по всем учреждениям составит около 22 тысяч рублей. Парламентарии проголосовали за вынесение законопроекта на рассмотрение сессии в первом и во втором окончательном чтениях, отметив, что ни в одном субъекте России подобной практики нет. В случае принятия законопроекта на сессии 22 июня софинансирование образовательных услуг в профучреждениях начнёт действовать уже с 1 сентября. В 2017 году на реализацию законопроекта дополнительно из окружного бюджета потребуется более 2 миллионов рублей.